Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад появилась новость по поводу того, что нас ждет в будущем. Вышел 32 эпизод Coming Soon. Давайте вместе с вами посмотрим, что там разработчики нам показали в этом довольно-таки красивом видео. Действительно, художники работают просто шикарно. В этом отношении вопросов никаких нет. Посмотрим, обсудим, ну и, соответственно, будем понимать, что ждет нас в ближайшем будущем. Как мы видим, начинается все с Леопардом в новом внешнем виде и показывают, какой он весь красивый такой из себя. Весь гоняет, бодрый, быстрый и, честно говоря, внешний вид довольно-таки классный и машине подходит. Плюс к тому, он показывает еще одну тачку, ну, я бы сказал, с более странным. Камо вот эти вот по бокам открывающиеся уши или крылья мне как-то не очень. Здесь, ребят, начинается самое интересное, потому что внешний вид это дело, конечно, такое, но все-таки нам бы хотелось понимать, что нас ждет из новых машин, что нас ждет из игровых событий. Ну и, соответственно, основное это, какие халявы можно будет получать. Так вот, сейчас речь пойдет о первой халяве. Первая халява это то, что будут турниры Blitz, Steeler Cup и здесь, ребят, за просмотр вот этих трансляций, которые будут происходить, как правило, за полуфинал, за финал, мы с вами будем получать контейнеры, которые будем открывать и, соответственно, оттуда забирать себе какую-то халяву. Что конкретно там будет пока неизвестно, но вот эти контейнеры болельщика очередные и здесь у нас фри-фри-фри, все бесплатно, но только знак вопроса, что там. Единственное, что, ребят, я обратил внимание, что знак вопроса, ну прям безумно, безумно похож на кое-какой другой знак вопроса. Я имею в виду знак вопроса, который у нас висит, как правило, над мистиками. Ну ладно, это мое предположение, может просто для красоты так сделали. Едем дальше, здесь все понятно и тут у нас сразу пошла информация о ивенте, который нас ждет. Я так понимаю, что исходя из вот этих вот наград, ивент будет однозначно не донатным и он будет у нас в рейтинговых боях. Как видите, здесь написано, что за просто бой в рейтинге вы будете получать. Только я не понимаю, в какой лиге. Ну ладно, к этому вернемся тогда, когда стартанет ивент и разберемся, выложу видео отдельно. Но сразу понятно будет, что ивент стандартный для рейтинговых боев. Я думаю, что он будет очень простенький, пройди его явно можно будет, даже если вы не круто играете. 16 вот таких вот знаков вы будете получать просто за то, что участвуете в бою после того, как прошли калибровку. Ну и плюс 5 будут начислять за то, что вы в этом рейтинге в бою победили. Здесь у нас будет немножко серебра, здесь у нас будут осколки фортиума, порядка полутысячи, может чуть больше, там 600, да, ребята, получается. Есть свободка, кстати, немало, 16 косарей свободки на дороге не валяются. Есть вот такой вот предмет, который можно будет, скорее всего, на свободу... Или это тоже осколки фортиума, так отобразили. Сейчас, секунду, ребят, промотаем чуть позже. В любом случае, есть внешний вид и вот этот вот обвес, который показывает вашу лигу, в которой вы играете. Это такой меч, над которым загорается щит определенного цвета с двумя мечами. В зависимости от того, в какой вы лиге, в серебряный, в золотой там и так далее. Так, смотрим, это фортиум или это будет какой-то предмет. Нет, это фортиум, просто так засветило. Простите, ребят, тогда получается даже больше. Практически косарь фортиума можно будет забрать. Я считаю, что это круто, особенно для тех ребят, которые не смогут задонатить в игру для того, чтобы проходить второй сезон. И, соответственно, того же самого Василиска хотя бы прокачать. Едем дальше. Дальше нам показывают, опять-таки, я так понимаю, взвод на троих. Скорее всего, намек на то, что три машины, первый, 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 то есть вот, пожалуйста, значок, как я понимаю, взвода. Намек на то, что взвод на троих все-таки будет, ребят, это очень хорошо. Я считаю, что для фановых каток очень даже неплохо. Едем дальше. Здесь нам намекают на то, где это будет происходить. Это будет Биг Босс, это будет Гравитация и многие другие фановые режимы. Тот же самый 5 на 5 столкновение и так далее. Ну, в общем, в принципе, то, что разработчики нам изначально обещали. Короче говоря, взводу на троих быть и, значит, будем тестить, будем пробовать. Мало ли, может, разработчики что-то придумают и в основных боях тоже введут взвод на троих. Но только, правда, придется, наверное, увеличить количество игроков в командах, а, соответственно, сделать больше карты. Ну, это все в далеком будущем. Я надеюсь, что все-таки мы придем к этому когда-нибудь. Едем дальше. Что еще? Дальше нам показывают очередной ивент на слив ресурсов, как его все называют. Мы будем опять получать вот эти вот бриллиантики. И за эти бриллианты, сливая свои ресурсы, Тут, кстати, видите, не показывают сколько чего, просто показывают, что вот бриллианты получай, ну и, соответственно, обменивай. И главная награда здесь STG. Я больше чем уверен, что без доната, ну, навряд ли получится STG забрать. Но знаю, что из вот этих вот делюкс-контейнеров можно собирать части сертификатов на коллекционные тачки невысоких левелов. И я благодаря вот таким вот ивентам на слив ресурсов собрал себе довольно-таки неплохую коллекцию таких машин. Так что, ребят, запасаемся, запасаемся ресурсами, свободкой, серебром. Не тратим зря бустеры, если вы их не пользуете. Лучше их слить вот здесь вот, ну и, соответственно, что-нибудь себе приобрести. И, кстати, есть вот это вот украшение ангара. Мотоцикл с коляской, но я не думаю, что имеет смысл. Как я помню, вот такие вещи, как правило, очень дорого стоят. Если не ошибаюсь, порядка 6 там или 7 тысяч в прошлый раз было. Ну и это очень дорого, реально. Посмотрим, во сколько оценили. В любом случае, на эту тему тоже будет отдельный видос. Смотрим дальше. И вот, ребят, то, чего мы ждали. Новая машина в игре. Новый премиумный танк 8 уровня. Все-таки засветили уже официально. Называется он Чарломейн. И в переводе это Карл Великий. Все очень плохо. Господи, плохо. Все очень просто, но очень хорошо. Чарломейн. Интересная машина. Очень альфовая. Обзор на данную машину, как только она появится в игре, будет у меня на канале сразу через минуту. Поэтому не пропустите это видео. Вам это поможет сделать подписка на мой канал прямо сейчас. И нажать на колокольчик. Убедиться, что вот так вот открыты все уведомления с моего канала. Чарломейн интересная машина. И поверьте мне, вас не разочарует обзор, который я заснял на данную тачку. Едем дальше. Смотрим на этого красавца в уникальном внешнем виде. И видим еще один ивент. Кстати, обратите внимание, очень похож ивент на слив ресурсов. Но только здесь разработчики нам показывают, что здесь слива ресурсов нет. Скорее всего мы будем собирать какую-то ивентную валюту. Ну и опять-таки обменивать. Обменивать будут контейнеры, из которых что-то упадет. Есть контейнер, собери их все. Есть аватарчик. Есть скидочки на машины. И есть, не вижу, сейчас секунду. Черный контейнер, из которого можно голду собирать, поднимаясь по уровню контов. Ну и соответственно главная награда химера. Я думаю, что будет дороговато. И навряд ли можно будет этим делом пользоваться за голду. Ну посмотрим, мало ли, может разработчики сжалятся и дадут возможность не только донатерам в этом участвовать. Едем дальше. И здесь у нас красуется химера в новом легендарном внешнем виде. Здесь у нас красуется чейр футур. Обалденная машина на девятом левеле. Я девятки не сильно люблю, но этого красавца очень сильно хочу себе в коллекцию. Уж больно мне понравилась машина. И есть еще вот этот бронированный товарищ. И еще один мини-ивентик, который, я так понимаю, будет, скорее всего, тоже не сильно сложным. И, скорее всего, каждый из нас сможет забрать себе абсолютно бесплатно Т-23Е3. Я считаю, что это мастхев в ангаре любого начинающего танкиста. Он действительно научит вас играть на средних танках. Ну а что касается самого ивента, почему думаю, что будет не так уж и сложно. По одной простой причине, потому что здесь не такие уж и жирные награды. Единственное, что здесь есть до бесконечности американский контейнер, из которого может выпасть премиумная машина. Поэтому, скорее всего, вначале без доната, а дальше либо сильно запотеть, либо хорошо задонатить все-таки придется. Не знаю, посмотрим. Так или иначе, халява есть халява. В халяве в рот не смотрят, поэтому, чтобы не забрали отсюда, уже будет приятно. Едем дальше. Что показали еще нам разработчики? Они показали нам новую ПТ-ху. Это новая ПТ-шечка. Я, честно говоря, не помню, как она называется. Дай бог памяти. Причем, что самое интересное, что я эту машину еще и умудрился тестировать. И, забегая наперед, скажу, она произвела на меня просто несгладимое впечатление. Машина действительно очень бодрая. Единственное, что стоит отметить, что, ну, прямо скажем, не каждому подстать. Не могу раскрывать секретов в отношении данной тачки. Не могу говорить вам по поводу того, чего она там стоит и так далее. Но, поверьте мне, машина, ну, очень интересная. И, я бы сказал, ПТ-воды. Опять-таки, может, будет немножко сполерок. Но ПТ-водом данная тачка зайдет однозначно. Опять-таки, по ТТ-ха не могу ничего раскрывать на данный момент. Мне это запрещено делать. Вот такая вот новость. Ждем. Ждем новые машины в игре. Обязательно готовим свои ресурсы к тому, чтобы их грамотно сливать на нужные нам вещи. Ну, и обязательно подписываемся на мой канал, если вы за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Ну, и поддерживайте автора своими лайками и пишите свои комментарии. Я побежал снимать специально для вас. Ну, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.